Ну что же, мы как человечество в лице НАСА решили выстрелить по астероиду. НАСА, 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 Наша Человеческая, да, не надо всё-таки везде проводить границы. Значит, что такое? НАСА и SpaceX проведут специальный космический корабль для защиты Земли от астероидов. Национальное агентство, т-т-т-т, корабль DART предназначит для изменения траектории полёта астероида после их столкновения. Запуск будет осуществлён компанией Илона Маска. Так, значит, это он уже был осуществлён, поздравляем, вернуть уже ничего нельзя. Он будет какое-то время лететь к какому-то ни в чём не повинному астероиду и врежется в него со всей дури. Да-да-да, мы сейчас видим, собственно, визуализацию этого проекта. После отделения от ракеты-носителя DART развернёт солнечные батареи и начнёт сближение с двойным астероидом Didymos Dimorphos. Зачем тебе вот это было всё читать? Потому что если ты знаешь, как зовут астероида, ты можешь не договориться. Ты можешь ему обратиться и сказать, и можешь даже крикнуть ему. Значит, что мы должны прочесть между строк в этой ноуте, что, видимо, все расчёты о безопасности оказались не такие уж точно, и опасность действительно существует. Нет, подожди. Это настолько велика, что нужно срочно снаряжать миссию для того, чтобы столкнуться. Так и нагнетая, так создаётся фейковая информация. А если бы всё было хорошо? Если бы всё было, когда будет плохо, у нас будет целая куча этих ракет, и мы всё разбомбим. А сейчас мы разбомбим ни в чём не повинный астероид. У нас на связи Виталий Юрьевич Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, основатель сообщества «Открытый космос». Здравствуйте, Виталий Юрьевич. Здравствуйте. Ну вот, смотрите, ну, не знаю, насколько можно вообще предсказать далёкие последствия изменения орбита астероида. И ещё мне говорят, что вам надо включить микрофон, иначе мы вас не услышим. Значит, астероид будет недоволен. Да. Да, спасибо. Теперь я могу обратиться и к вам, и к астероиду. Да. До конца, ну, скажем, просчитывать траектории астероидов. Сейчас астрономы научились, ну, там, лет на 10-20 вперёд. Дальше такая точность предсказания ухудшается, потому что слишком много факторов воздействует. На астероид, там, и притяжение, там, других космических тел, прежде всего, планет Юпитера, и давление солнечного света. И всё это, и там, взаимодействие друг с другом, и всё это приводит к тому, что мы не способны, там, на значительном временном отрезке времени предугадывать, куда двинется этот астероид. Но в данном случае тот удар, который предполагается испытательный, вот вы правильно заметили, что этот астероид нам никак не угрожает, он не падает на нас, нам не нужно, скорее, вызывать Брюса Уиллиса. Это просто тренировка, и это тренировка на безопасном астероиде, потому что это именно двойной, то есть это, по сути, астероид со спутником с маленьким, как вот у Земли есть маленькая Луна, ну, она, в общем, совсем не маленькая, но не суть. А у астероидов тоже бывают спутники, у этого астероида тоже есть спутник, и этот спутник не летает сам по себе, он гравитационно связан с большим астероидом, и ударяя по спутнику, мы не меняем траекторию большого. Соответственно, этот спутник изменит траекторию вращения вокруг большого астероида, но вместе они продолжат лететь тем же путем, на который наш удар никак не повлияет. Виталий, а скажите, пожалуйста, там маленький принц, или какие-то там лисички, ему не повезет, или повезет, потому что весь вопрос, мы тут не знаем размеры, то есть, собственно, да, мы тут представляем что-то такое апокалиптическое, но на самом деле реально, если это Каменюка там размером с километр, то давайте так, тогда пасуем, это будет гигантский прорыв попасть в астероид, который где-то там летит, это, конечно, все очень сложно и круто, но насколько мы реально можем повлиять, попав слона дробиной? Это действительно будет масштаб там примерно сравнимый со слономой дробиной, и изменение его скорости вращения вокруг другого астероида, там будут действительно считанные миллиметры в секунду, или даже доли миллиметров в секунду, это нам хотя бы, цель этого исследования, хотя бы заметить какой-то эффект, что вообще мы что-то изменили, и этот эффект будет наблюдать другой космический аппарат, который через несколько лет европейский Гера, который прилетит туда и посмотрит на то, что получилось, и как повлияло наше воздействие на орбиту этого астероида, то есть в данном случае вообще хотя бы увидеть... По мере точно параметра орбиты по прошествии какого-то времени. Скажите, пожалуйста, давно уже ведутся разговоры о том, что нужно какое-то международное создать сообщество, объединение сил космических для того, чтобы разработать системы защиты, вот такие боевые, вот астероидов. Вот как вы думаете, наши технологии, мы еще вот совсем совершенно дети в плане технологий, чтобы рассчитывать справляться с астероидами, отражать эту угрозу. На какой мы сейчас стадии находимся? Это зависит от масштаба угрозы. Если говорить там про 10-километровый астероид, который в свое время динозавров прихлопнул, ну, здесь мы пока бессильны. Километровый астероид, то есть в 10 раз меньше, ну, по крайней мере, в диаметре, мы уже как-то на него можем повлиять, там, возьмем термоядерную бомбу помощнее. Ну, тут еще важный вопрос, сами мы его разбить так, чтобы он в пыль превратился, мы его не сможем. Здесь как раз возможность, если мы рассчитаем его траекторию за, там, 10-20 лет вперед и ударим сейчас, и изменим на те же самые миллиметры в секунду его скорость, то вот это отклонение за эти самые 20 лет дадут уже отклонение, уход его на безопасную траекторию от Земли. Надо знать, предсказать с 20-летним упреждением, а мы, по-моему, даже их не все знаем, где они, да? Ну, километровые, я думаю, сейчас уже все посчитали, может быть, пару каких-то незамеченных не летают. То есть на сегодня самая главная стратегия противостояния, скажем, астероидной угрозе, это все их найти и каталогизировать, и отслеживать, просчитывать их траектории вот на те самые 10-20 лет вперед. Такие системы есть, есть американские, европейские системы, российские системы тоже. В этом работают мастер, например, это проект МГУ, несколько роботизированных телескопов, расставленных в разных частях Земли, которые все по ночам наблюдают за пространством. И такие системы есть, их становится все больше, и каждый год открывают новых астероидов больше, чем открыли в предыдущей. Но это количество открытых астероидов растет, но уменьшается размер открытых астероидов. То есть мы сейчас уже все меньше, меньше, меньше камни находим, а все, что большое, там 10 километров, километр, может быть, полкилометра, они уже все посчитаны. Ну, по крайней мере, те, которые сближаются с Землей, и те, которые представляют потенциальную опасность. Так мы и до мышей дойдем. Отлично. Неплохо. Вопрос, смотрите, вот эта, ну, предложенная технология, это просто разогнаться и со всей дури врезаться. Вы упомянули там термоядерную бомбу, да, ну, это вообще такая, как бы то, что первое приходит в голову. Какие еще, существуют ли еще какие-нибудь альтернативные, хотя бы на уровне идей, варианты, так сказать, воздействовать на приближающиеся камни? Да, там есть несколько вариантов. Один тоже, в принципе, посильный, но в зависимости от масштаба просто астероида. Можно поставить космический аппарат на поверхность, чтобы он двигателем дул в противоположную от поверхности сторону, то есть, по сути, вверх. То есть, притормаживать его, типа, да? Да, притормаживать или ускорять, в общем, менять его скорость, чтобы это повлияло на его траекторию и отвело от опасной орбиты. Интересно. А что это за двигатель? Он же должен действовать очень долго. Это какой-нибудь ядерный двигатель, да, наверное? Нет, это проще всего ионный сделать. Он наиболее эффективен. Здесь ионный и плазменный двигатель. Это, в принципе, тоже уже существующие двигатели. Они эксплуатируются на орбите. Ну, понятно, не для астероидов, а для космических аппаратов. Но довольно больших, там, пятитонные спутники они двигают. Так что, в целом, взять двигатель побольше, взять их несколько штук. И он может работать там несколько лет, и уже какой-то заметный прирост скорости. Но опять все упирается в прогнозирование, да? Да. Но нужно знать, куда именно, какое именно астероид нам нужно отодвинуть, чтобы он не угрожал нам. Скажите, а помимо астероидной угрозы еще какие-то, а мы уже не успеем спросить, ну, тогда в следующий раз. Тогда, да. Когда следующую ракету запустим. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, успокоил НАСА.